Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной сессии этой недели, что в принципе уже не может не радовать. Впереди выходные, я надеюсь, что вы уже с планами, собственно, готовитесь к ним, найдете чем себя занять, пока рынки, собственно, будут отдыхать. Сил нужно набраться, потому что следующая неделя будет крайне насыщенной на события. Я уверен, что волатильность, которая и без того остается на значениях выше среднего, на следующей неделе может потенциально достигнуть даже многомесячных максимумов. Почему? Потому что мы сразу ждем заседания американского регулятора, мы ждем решения по процентным ставкам, мы ждем заседания Европейского центрального банка, тоже такие же изменения. И сейчас эти события не в формате обычных, последовательных, а в формате как раз тех самых долгожданных, когда фактически решения могут быть приняты. И я уверен, что в целом, как и раньше, у нас было уже достаточно аргументов в пользу того, чтобы ФРС наконец-таки снова вернулся к политике высоких процентных ставок и принял это решение. Собственно, на следующей неделе мы об этом услышим. Что касается Европейского центрального банка, то в последние дни возросли ожидания того, что риторика может претерпеть определенные изменения. И Европейский центральный банк может сместить фокус своего внимания уже в пользу более жесткой монетарной политики. Хотя я вчера постарался предложить вам несколько контраргументов относительно того, что у Европейского центрального банка нету сейчас серьезных поводов отказываться от мягкой политики. Поэтому я все же делаю большую ставку на то, что в следующей неделе будет своего рода еще одним водоразделом, в результате которого трейдерам придется снова смириться с тем фактом, что политика в еврозоне будет оставаться мягкой как минимум до конца 2018 года. Поэтому, как это отразится на динамике европейской валюты, позиционно лучше сделать ставку, конечно же, на ослабление и возможность получения такого мощного импульса, который сможет вернуть пару евро-доллар в район 1.15. Прежде чем перейти к следующей неделе и спекуляциям предстоящих дней, все же нужно обратить внимание еще на то, что и сегодняшний день приготовил нам еще несколько отчетов, на которые также стоит обратить внимание. Это данные по канадскому рынку труда в 15.30 по московскому времени. Сегодня будет эта статистика. Пара доллар-канадец в последние дни, возможно, является одной из самых интересных. Я думаю, что вы уже убедились и могли заметить, насколько волатильными остаются последние торговые сессии. Интересно то, что пара до сих пор не может определиться с конкретным направлением движения. То есть и рост, и откат, это вот эти инициативы, которые приходят от продавцов к покупателям и, наоборот, последствуются уже несколько дней подряд. Сегодня важный день. Почему? Потому что рынок труда, возможно, станет уже окончательным аргументом для трейдеров, которые все же разбирают статистику только с позиции того, как она повлияет на повышение процентной ставки. И, соответственно, если рынок труда разочарует, то мы, наконец-таки, получим возможность для того, чтобы пара доллар-канадец не просто в очередной раз тестировала, скажем, сопротивление 1.30, но и уже, собственно, закрепилась выше. Я возлагаю большие надежды на то, что эта сделка сегодня себя отработает и очень хочу, друзья, чтобы вы заработали на вот этом потенциале роста с возможностью сохранения и продолжения этого растущего импульса вплоть до отметки сопротивления 1.33. Собственно, о канадце мы еще поговорим сегодня, но основной оценку, конечно, делим уже в понедельник, когда будем проводить разбор полетов, как себя отработали идеи в ходе текущей торговой сессии. Замыкать день будет еще отчет по нефтяному рынку, это количество нефтяных терминалов Baker Hughes, статистика традиционно выйдет 20.00 по московскому времени. Как и раньше, нет оснований полагать, что что-то изменилось в плане интереса к этому бизнесу в Штатах, он остается на довольно высоком уровне, и этот интерес, в конце концов, и приводит к тому, что на еженедельной основе мы констатируем постоянный прирост количества терминалов и тут же интерпретируем эти данные с точки зрения того, как они повлияют на будущие показатели нефтедобычи. И тенденция, логика здесь прослеживается, чем больше нефтяных терминалов, тем больше добывается нефть, и в фактических цифрах мы видим, как все это действительно отрабатывается. Давайте пару слов про нефтянку. 77.29 это закрытие вчерашней торговой сессии, 77.24 сейчас, те котировки, которые мы видим. Причина интереса к нефти в рамках вчерашней торговой сессии, собственно, так же, как и день назад, участники рынка почему-то ни с того ни с сего решили снова вспомнить о тех проблемах, которые есть с потенциалом поставок на глобальные рынки, то есть проблемах с предложением. И, в частности, сейчас делается снова большой уклон на то, сколько нефти не только добывается, но и отгружается из Ирана. И, действительно, если попробовать поискать проблемы, которые есть на этом рынке, мы снова уйдем с вами в прошлое решение Соединенных Штатов Америки выйти из ядерного соглашения, которое, в конце концов, позволило ввести финансовые и экономические санкции, в том числе и установить запрет на поставки углеводородов со стороны Ирана в США. Я не хочу возвращаться к идее о том, что США не импортируют иранскую нефть, но здесь сейчас работает другая логика. Соединенные Штаты Америки начинают без каких-либо, скажем, двусмысленностей угрожать компаниям, которые работают сейчас в Иране, в том числе европейским компаниям, если они будут и дальше развивать все свои проекты в данном регионе и способствовать отгрузке иранской нефти на зарубежные рынки, то санкции США таким образом могут сказаться и на деятельности этих компаний. Ряд тех учреждений и предприятий, которые действуют европейского происхождения в Иране, уже действительно трухнули. Последние сообщения, возможно, также датируются, как раз вчерашняя торговая сессия о том, что многие сворачивают свой бизнес. Может быть, это нашло свое влияние в росте аппетитов к покупкам, собственно, нефти. Также обсуждают Венесуэлу, о ней мы говорили, с позиции усиливающегося финансового, экономического и политического кризиса. Да, действительно, объемы добычи в Венесуэле просели, и это логичным образом привело и к сокращению, резкому снижению поставок на глобальный рынок. В то же время, друзья, резюмируя все, что было сказано, я не считаю, что это тот самый фундамент, на котором сейчас можно продолжать расти. Но даже если вам хочется, скажем, поспекулировать через длинные позиции, вы должны понимать, что если проблема, связанная с падением производства в Венесуэле, и потенциал, собственно, поставок, перебоев поставок из Ирана окажется в конечном счете больше, чем мы предполагали, и действительно сможет повлиять на глобальное предложение, в конце концов, это будет использовано странами ОПЕК и еще одиннадцатыми государствами, которые примкнули к соглашению по снижению объемов добычи для того, чтобы оправдать рост внутреннего собственного производства. Вот как раз к этой идее мы с вами очень давно уже идем и рассматривали несколько сценариев, в результате которых участники энергетического пакта на предстоящей встрече 22 июня смогут аргументировать позицию о том, почему соглашение не нужно продлевать за пределы 2018 года, и почему в идеале, в лучшем случае, даже пересмотреть текущую сделку, то есть увеличить квоты на добычу до конца уже 2018 года, тут остается практически полгода, ну не так уж и мало времени. Об этом говорил также и министр энергетики Александр Новук, я думаю, что он как один из участников этой встречи будет поднимать эти вопросы. В конце концов, регионы, которые будут радеть за это, ну или как минимум за то, что не нужно строго уже соблюдать обязательства, как раз и станут использовать в качестве аргумента нехватку предложений на глобальном рынке и желание покрыть этот дефицит сырья. Пожалуй, здесь, наверное, не имеет значения, каких аргументов будут придерживаться. Самое главное, друзья, то, что мы на пороге серьезных изменений в контексте одного из основных драйверов для роста цен на нефть, что мы видели раньше, это сделка ОПЕК, это энергетический пакт, и мы на пороге того, что эта сделка начнет понемногу уходить в историю. Поэтому я рекомендую вам все же больше ориентироваться на тот потенциал распадаж, который может произойти до 22 июня. Да, еще больше, ну, порядка двух недель, конечно же, новостной фонд в связи с этим может очень сильно меняться. Я еще пару недель назад вам сказал, что до 22 июня может развиться восходящая динамика, потому что обычно перед заседанием ОПЕК мы видим, как рынок растет, как расти на ожиданиях и уже продавать на фактах. Это правило, которое действует и для рынка нефти тоже. Но в то же время ситуация может и измениться, и поэтому рост уже может оказаться не такой, как многие хотели бы видеть. И распродажи на этом рынке уже в последние дни были довольно неплохими. У нас еще и статистика по штатам поддержала вот этот медвежий сценарий. То есть на этом рынке явно присутствуют продавцы. Они не дремлют и по возможности, если поможет новостной фонд, эти распродажи станут уже заметными на этом рынке. И хотелось бы, чтобы в этот момент вы находились в правильном направлении. Сделка селлими, друзья, для тех, кто еще нефтянка не спекулируется, отметки 78.10. В качестве еще одного ориентира, который можно использовать для спекулятивных продаж, способных перерасти в нисходящий тренд. Рубль 62.41. Еще на один шаг мы стали ближе к нашей с вами цели 65. Ну, будем ждать, когда доработает и этот ориентир. Европейская валюта против доллара. Я все же продолжаю склоняться в пользу того, что следующая неделя снова будет перелом для тех настроений, которые сейчас сформировались. И следующая неделя сможет вернуть евро к тому нисходящему тренду, который был развит больше месяца назад. Если сослаться на тот интерес, который сейчас к европейской валюте присутствует, то еще на вчерашнем брифинге мы с вами нашли оправдание этому росту в комментариях отдельных чиновников и представителей денежных властей Еврозоны, в частности Вайдмана и Питера Прата, которые допустили возможность поднятия вопроса уже в ходе заседания на следующей неделе о сворачивании программы количественного смягчения. При этом я тут же поспешил, скажем, парировать вот эти рыночные ожидания, отметил то, что серьезных аргументов для Европейского центрального банка отказываться от мягкой политики еще нету. И позволил себе сделать заявление, скажем, сделать предположение о том, что, скорее всего, Европейский центральный банк не лишит сейчас собственноручно себя вот этой возможности маневра, гибкости, которую необходимо сохранять регулятору европейскому в период ухудшения экономической конъюнктуры и роста политических рисков. В частности, про статистику доказательства вчерашнего релиза по производственным заказам Германии. Очень резкое снижение, в частности, в годовом выражении мы оказались на отрицательной территории, минус 0,1% с прошлого 2,9%. В частности, снижение продолжается еще четвертый месяц подряд. Это тенденция, это тренд и очень тревожный сигнал для промсектора немецкого, который вносит одно из основных леп в динамику экономического восстановления. Я не хочу говорить про какие-то оптимистичные моменты, которые присутствуют на европейском рынке статистики только по одной причине, потому что их собственно нет. И очень хочется верить, что в ходе заседания на следующей неделе, во время выступления председателя ЕЦБ Марио Драги, он снова вернется к риторике, которая будет совершенно не жесткой, а исключительно мягкой. И повторит свои излюбленные фразы о том, что еврозона по-прежнему нуждается в тех экономических стимулах, которые действуют. И если появится возможность вернуться к вопросам сворачивания программы количественного смягчения, то это можно будет сделать только после того, как инфляция получит надежный драйвер роста. И этот драйвер роста скажется также и на повышение базового значения инфляции. Сейчас мы говорим о том, что инфляция приблизилась с львом ориентирован только благодаря тем экстремам, которые наблюдаются на рынке нефти. Но ситуация по нефтянке довольно шаткая, и эта ситуация может измениться не когда-то там, а уже совсем скоро, 22 июня. Поэтому у индекса потребительских цен, к сожалению, снова достаточно много оснований, чтобы остаться в подавленном состоянии на тех низких уровнях, на которых мы видели ее еще 2-3 месяца назад. Доллар канадец. Очень много мы говорили на этой неделе про канадца. В частности, отслеживали с вами комментарии и то, как менялись опасения по переговорческому процессу североамериканского торгового соглашения, то есть на авто. Были и комментарии, которые повысили страхи, это внутри недели спровоцировало серьезные распродажи канадца, потом появились заявления о том, что возможно Канаду из-за тесных партнерских связей исключат из списка тех регионов, в отношении которых действуют новые импортные пошлины на сталь и алюминий. И пока Трамп не дал окончательного ответа, мы его с одной стороны ждем, а с другой стороны я понимаю то, что исключений не будет. Поэтому в конце концов все эти ожидания, они не стоят сейчас того, чтобы возлагать большие надежды и верить в укрепление канадского доллара, потому что если сейчас видите оптимизм и позитив там, где его нет, надеяться на него, в конце концов вам придется столкнуться с большим расчарованием. В данном случае доллар канадец сейчас продолжает движение в районе 1.30. Я допускаю то, что очень даже реально, что этот уровень падет и котировки окажутся еще выше. И в качестве дополнительного аргумента, почему стоит придерживаться длинных позиций, хочу привести вам вчерашний комментарий председателя Банка Канады Стивена Полоза, который очень много говорил о тех рисках, с которыми сталкивается канадская экономика. И эти риски, по его мнению, я абсолютно с этим согласен, в последние 2-3 месяца возросли в разы. Торговый риск это главный риск для канадской экономики. В данном случае под торговым риском как раз подразумеваются вот эти импортные пошлины со стороны США, которые уже вступили в силу. И еще явно очевидная неопределенность по соглашению НАФТО. Кстати, сегодня стартует встреча, саммит Большой Семерки. Обычно мы на это событие никогда не обращаем внимания, потому что ничего интересного на этих саммитах не происходит. Но сейчас центральной темой встречи Большой Семерки как раз будет та самая торговая война, но возьмем пока все же это выражение в кавычки, которая была развязана Соединенными Штатами Америки, поскольку как раз в этой встрече будут принимать участие те страны, в отношении которых вступили в силу новые импортные пошлины. И возможно на этом саммите также будут подняты вопросы о контрмерах сопоставимых масштабов и аналогичных действий. Поэтому если каким-то образом, кстати этот саммит пойдет в Канаде, если каким-то образом и если повезет, мы все же услышим о жесткой встречной позиции Канады против США, ну я думаю, друзья, тогда можно будет смело начать серьезно уже не начать переживать по поводу того, что Штаты смогут пойти навстречу по соглашению НАПР в Канаде. Это нам и нужно, то есть вот эта нервозность, она поспособствует большему ослаблению канадского доллара, и благодаря этому мы сможем с вами убедиться в том, что у пары доллар-канадец есть все основания для движения в районе 1.33. Сегодня в 15.30 рынок труда Канады, этот отчет будем с вами, как я уже отметил в начале брифинга, анализировать с точки зрения влияния на будущее решение по процентной ставке. Если данные разочаруют, то волатильность будет опять же значительной, и доллар-канадец в моменте после выхода этих данных, то есть в 15.30 по московскому времени, вполне может вырасти пунктов на 100-150, то есть к этой волатильности вы должны заранее готовиться, и если уж совсем рынок будет на нашей стороне, друзья, то на выходные мы уйдем с хорошим настроением, потому что сможем неплохо заработать по этой валютной паре и отработать старый добрый сценарий ослабления канадского доллара. По астралийцу, астралийца продолжает снижаться, очень хорошо пара отработала тот уровень, с которого мы продавали 0,7670. Я думаю, что по мере последующих торговых сессий будет расти переосмысление трейдеров того, какую политику нужно продолжать и какая политика будет проводиться в рамках Резервного банка Австралии. Вчера я предложил вам несколько доводов, из-за которых не стоит рассчитывать и настраиваться на то, что сильные данные по уровнячной продажам и темпам экономического роста позволят Резервному банку Австралии тоже встать на путь тех регионов, которые стали проводить жесткую монетарную политику, то есть того же самого ФРС и когда-то Банка Канады. Нет сейчас таких оснований для Австралии. Есть очень много проблем от закритованности граждан до серьезных трудностей с ценовой составляющей на рынке недвижимости. Рынок недвижимости для развитых рынков это тоже лакмусовая бумажка, состояние, собственно, всей экономики. Поэтому сохраняем продажи и ждем 0,73. Фунт против доллара я уверен, что следующая неделя приведет не только к резким движениям доллара и европейской валюты, но еще и британцы, потому что на следующей неделе сразу два важнейших отсчета. Это инфляция и заработные платы. Эти релизы мы с вами, собственно, сравниваем между собой. Отслеживаем, насколько инфляция опережает заработную плату и наобороты, и как это, в конце концов, повлияет на решение по процентной ставке. Авустовское заседание уже совсем не за горами для британского регулятора. Соответственно, если на следующей неделе мы получим сигнал роста инфляции, что вполне вероятно из-за тех высоких цен на нефть, которые мы сейчас наблюдаем, то инфляция основа приблизится к 3%. К этому выражению это будет гораздо выше заработных плат, поэтому снова будут актуальными разговоры о том, что банк в Англии нужно повышать процентные ставки, потому что нужно, собственно, сбивать индекс потребительских цен. Поэтому я уверен, что после выхода отчетов в следующей неделе вероятность повышения процентной ставки в августе достигнет снова 60-70%. Фунт на это должен отреагировать ростом. Наша с вами ближайшая цель – это отметка 1.37. Мы продолжаем придерживаться этого ориентира. Также важно отметить, что будет ясность и по политическим вопросам Брекзита, потому что очередное заседание и обсуждение вопросов по границе Северной Ирландии. Не хочется, опять же, вдаваться в подробности, их, собственно, пока что и нету, но, как вы помните, два дня назад Тереза Мэй отметила, что сделает предложение по Северной Ирландии и предложение, скорее всего, устроит представителей Европейского Союза. Но будем надеяться, что это не пустые фразы и пустые слова. Поэтому политический позитив, он тоже может произойти. Готовьтесь к нему, друзья, и сохраняйте длинные позиции по фунту. Для тех, кто еще не торгует, либо в какой-то причине уже вышел из этой сделки, предлагаю рассмотреть возможность покупки через отложенный ордер Buy Limits отметки 1.3380. Сделка также может неплохо себя отработать. Доллар Японская иена, как и раньше, мы настраиваемся только на еще больше роста. Заседание ФРС, решение по процентной ставке и жесткие комментарии Джерома Пауэлла. Это все, что нас ждет на следующей неделе. И это то, что может подстегнуть рост доходности Трежери, если укрепить позиции доллара. Сделка Buy Limit по доллару Японской иены с отметки 109.50. Рекомендую присмотреться к этому ордеру. Тоже должен принести неплохой профит. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Увидимся мы с вами уже на следующей неделе, в понедельник в 9.30 по московскому времени, как и всегда, в прямом эфире через перископ. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok